Правительство уходит в отставку, но этого мало. Демонстранты на Майдане независимости требуют, чтобы Виктор Янукович освободил президентское кресло. То ли от жарких политических баталий, то ли от январской стужи президент захворал. Не подписал даже сразу постановление об амнистии демонстрантам, если они покинут захваченные правительственные объекты. Янукович не только не хочет, он, по мнению обозревателей, даже боится своей отставки. Им самим создан прецедент отправлять в тюрьму бывших руководителей страны. Януковичу не нравится перспектива оказаться в соседней с Юлией Тимошенко тюремной камере. Демонстрантов на Майдане, которые уволились с работой, оставили на несколько месяцев семьи и дома, уже ничто не удовлетворит, кроме ухода Януковича. Главы премьер-министра им мало. Риски и потери сторон киевского конфликта рассчитала Анастасия Ханякина. Всю неделю на баррикадах спокойно идет политический диалог. Центр принятия решений переместился выше по улице Грушевского, под купол Верховной Рады. Здесь, как и на баррикадах, поют гимн, причем обе стороны конфликта. Потом сражаются в рамках политкорректности. Хоть украинские политики умеют и по-другому. Воевать за отставку Азарова, даже не пришлось. Премьер-министр ушел сам. Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Оппозиционно настроенные граждане обрадовались, но пожалели, что прощался Николай Азаров по-русски, а не на своем особенном наречии. Некому больше смешить страну, как премьеру, называя кровососов кровосисями. Дело в том, что украинский экс-премьер так и не доучил украинский язык. Депутатам Верховной Рады не до смеха. Если диктаторские, как их называли в оппозиции, законы смогли отменить за считанные минуты, то закон об амнистии обсуждали почти до полуночи. Принят был проект, разработанный партией власти. И то под давлением лично явившегося в Раду президента и под страхом распуска парламента. На этом Виктор Янукович счел свою миссию выполненной. Согласно закону об амнистии, сперва митингующие освобождают административные здания по всей стране, а уже потом милиция освобождает от ответственности задержанных митингующих. Именно из-за этого закон об амнистии на Майдане прозвали законом о заложниках. Один из главных заложников, лидер автомайдана, внезапно оказался на свободе. Дмитрия Булатова выпросили в лесу в 20-ти градусный мороз после недели пыток. У меня просто руки распяли, пробивали. Ухо отрезали, лицо порезали. На теле живого места нет. Так вы все видите. Живой, слава богу. В больнице констатировали, пытали Дмитрия Булатова жестоко, но осторожно. У него нет повреждений внутренних органов, нет травм черепа и никаких переломов. Активисты Майдана Юрий Вербицкий и Игорь Луценко прошли все то же. Их выбросили в Бориспольском районе Киева, как и Булатова. Мнительные майдановцы заподозрили неладное и обратили внимание на то, что в этом районе находится санаторий МВД и тренировочная база милиции. Юрий Вербицкий так и не добрался до дома. Замерз. Сколько ехал человек? Все время приходили только двое. Наверное, заказали. Вица, ты их видел? Нет, я в очках сидел. Сейчас, да. Борис русский. Русский? Да. Тем временем ряды самообороны Майдана пополняют как новички, так и ветераны боев на Грушевского. На новые победы молодежь вдохновляет казак Михаил Гаврилюк. Я когда сюда ехал, преследовал цель. За нашу свободу, за нашу честь, за будущее наших детей я ехал сюда и душу, и тело положить. И в данный момент я от этого не отступил. Какого бы эффекта не пытались добиться сотрудники Беркута, раздевая Михаила Гаврилюка на морозе, издеваясь, фотографируя с ним и выкладывая это видео в сеть, получили они однозначно не то, чего хотели. Активист самообороны Майдана стал настоящим национальным героем. Хорошо настроены все. Настроены на победу, радостно, весело. На баррикадах поют песни, некоторые даже женятся у нас здесь, влюбляются, плодятся маленькие майданята, жизнь кипит. Михаил Гаврилюк приехал на Майдан с крайнего запада Украины 30 ноября. Чтобы добраться на баррикад, одолжил у соседа 25 долларов. Таких отчаянных людей в самообороне сотни. Судя по их настроению, эти баррикады в ближайшем будущем не опустеют. На самом деле времени совсем мало. Правый сектор озвучил власти свои условия. Если милиция не освободит всех задержанных активистов, до 4 февраля радикальное крыло Майдана пойдет в наступление. Анастасия Ханякина, Киев, Украина. Специально для Эхо недели.